Друзья, добрый вечер! Мы их все зачитываем, ничто от нашего внимания не скрывается. Или есть такая опция, замечательная, как видео-вопрос. Снимайте себя на телефон, присылайте, мы показываем на большом экране. Давайте мы начнем, ну и, конечно, ждем ваших звонков. Вопрос у нас сегодня интересный. Сразу скажу. Батюшка, здравствуйте. У меня вот такая проблема. Я верующая, но как иду в церковь или захожу в храм, сразу умирают близкие люди. Что со мной не так? Я перестала туда ходить. Ведь вообще стороной обхожу. Это место для меня закрыто, буквально стена. Может быть, вы мне поможете? Я могу сказать только одно, что, скорее всего, это было нечастое, по крайней мере, надеюсь, что не так, что прям пришла и сразу кто-то умер. А во-вторых, я бы не стал связывать эти события прям так однозначно, что я пошла в храм, вот из-за этого у меня кто-то умирает. Потому что есть такое понятие «искушение». Искушение в каком смысле? Мы начинаем придавать какому-то событию такое значение, что перестаем обращать внимание на главное. То есть, например, человек хочет покаяться, заболел, говорит, ну все, значит, мне не надо каяться. Наверное, вот Господь остановил там, да? Хочет прийти в храм, у него какая-нибудь там какая-нибудь беда. Он говорит, ну все, видимо, это знак, что лучше не ходить. А ведь в мире действует не только Божья воля, но и воля сатанинская. И, к сожалению, иногда она проявляется в каких-то таких вот трагических вещах, когда кто-то заболевает, кому-то становится плохо, значит, человек может потерпеть где-то там какую-то неудачу, не знаю, с работы его уволят. Но это ни в коем случае не значит, что не нужно идти в храм. Наоборот, как раз, нужно преодолеть вот эти искушения, прийти к Богу, потому что если есть искушение, значит, человек, наверное, на правильном пути. То есть, наоборот, посмотреть на это, что если я иду, и у меня все идет легко, значит, наверное, может быть, я не так все, не настолько хорошо понимаю, или не настолько еще вошел в эту традицию. Но когда начинаются вдруг какие-то проблемы, значит, не всем это нужно и выгодно. Значит, эти силы зла действительно хотят меня остановить. И поэтому, наоборот, преодолеть вот это искушение, помолиться, опять же, за родственников, которые умерли. Представляете, то есть, а кто же будет за них молиться, если никто до храма не дойдет в итоге? Если все будут говорить, ну, все, родственники умирают. Причем же все умирают все равно. То есть, когда-то все равно все умрут. И здесь, как бы, никуда от этого не денешься. Другое дело, что есть посмертная жизнь, что есть воскресение мертвых, что есть Царство Небесное, которым мы желаем попасть всем нашим усопшим сродникам. И поэтому, для того, чтобы эта наша надежда, она подтверждалась, для того, чтобы она стала реальной, нам нужно приходить в храм обязательно. В общем, не сдавайтесь. Не сдаваться ни в коем случае. Конечно. Не сдавайтесь, что ли? Бороться. Без труда не вытащишь рыбку из пруда. Вот Алеша 10 лет у нас спрашивает. Батюшка, скажите, а зачем нужно носить крестик на себе? Вот здорово, что это Алеша 10 лет задает вопрос. Я всегда еще люблю, когда дети нам что-то задают. Да, потому что иногда такой вопрос взрослые даже задают. То есть они доросли, там уже до определенного возраста, и потом только задумываются, зачем я крест ношу. Крест вообще изначально носился, и сейчас носится, для того, чтобы показать окружающим людям свою принадлежность к церкви и свою христианскую идентичность показать. То есть раньше кресты носили, наоборот, на самом видном месте. И христианин, он ни в коем случае не скрывал своего исповедания, а наоборот показывал всем о том, что он руководствуется в жизни евангельскими заповедями, участвует в Таинстве Евхаристии и вообще принадлежит Христу. Вся его жизнь принадлежит Христу. Как, например, мы не скрываем такие элементы, так скажем, нашей жизни, как кольца, которые находятся в браке, или какие-то другие элементы дресс-кода, так скажем, которые сразу нас идентифицируют как определенных людей. Поэтому кресты, как я сказал раньше, были, наоборот, либо носимы на груди, либо рисовали их даже на руке, для того, чтобы человек, который находился в обществе, он сразу себя показывал, не скрывал это, наоборот радовался и проповедовал таким образом. Потому что ведь элемент проповеди какой? Вот даже, например, священник носит подрясник где-нибудь в обществе. Люди видят, что священник тоже человек, что он ходит по земле, а не летает где-то в воздухе, что он тоже ест, пьет, что он разговаривает, не знаю, по телефону, что он общается с семьей. То есть это тоже некий элемент проповеди. И крест – это тоже символ того, что мы несем эту весть к людям, о том, что мы проповедуем вот этого Христа. И вот с этой точки зрения, мне кажется, это очень интересный опыт. Потому что священников редко вообще видят в обществе, именно в облащении. У меня был опыт, когда я приходил в колледж, я сейчас по школам хожу, а вот в колледж, когда, например, приходил, видел, как дети, ну, они просто в шоковом состоянии были. То есть настолько это было необычно, потому что батюшка, что он здесь делает, да, начинались какие-то шутки сразу, что экзорцизмом сейчас заниматься, там будем все проще. Но это здорово, потому что это, ну, некое явление. Может быть, эти люди, они вообще через какие-то такие события, они придут к вере во Христа. Я помню, у нас батюшка один раз сказал, он тоже пришел в школу, к ним подошел школьник и сказал шептам, батюшка, у вас подрясы, есть брюки? Сказал, есть. Ну да, по крайней мере, понимаешь, начался диалог какой-то, да. То есть, по крайней мере, со священником можно пообщаться. Мне кажется, это тоже здорово. Да, хорошая тема. Батюшка, скажите, пожалуйста, как сохранить мир в семье, если жена буквально живет в социальных сетях? Тяжелый вопрос, тяжелая проблема. Тяжелая зависимость. Тяжелая зависимость. В Евангелии, помните, есть такие слова, когда Христос говорит, если рука тебя соблазняет, значит, лучше отсеки ее, если глаза тебя. И вот нам кажется, как же так может? Вот мне кажется, это вот Господь... Время-то пришло. В том числе, да, вот и об этом говорит, потому что, ну, куда ни посмотри, у людей как продолжение руки, вот гаджеты, и люди же отрывают, когда от них глаз, они уже, видно, что они растерянности. Как же так? Мне нужно опять окунуться в сети, да, я не могу здесь находиться. А здесь нужно, во-первых, конечно, своей любовью жену оттуда вытаскивать из соцсетей. Значит, пытаться ее как-то отвлечь, привлечь ее внимание, постараться ее чем-то заинтересовать и занять, для того, чтобы у нее не было желания обратно уходить в эти соцсети. Ведь ситуация какая? Уходит оттуда не от хорошей жизни, а потому что чего-то не хватает. Не хватает общения, может быть, человек не может себя ничем занять, может быть, ему просто скучно. Бывает, знаете, люди исповедуются в чем-то, например, они там, не знаю, много едят, к примеру, да, и кажется, ну, чревоугодие. А человек заедает просто свое уныние. Он пытается заесть, вот как-то себя вывести, вот, да, вот, в какое-то состояние удовлетворения и радости от того, что он его поел. Поэтому сети – это то, где мы пропадаем, обезличиваемся и на самом деле никакой пользы там неполучаемой не приносим. Как бы нам не хотелось думать, что мы, может, там, не знаю, много проповедуем или там что-то вычитываем, скорее всего, в большинство времени мы просто там находимся бесцельно совершенно. А второй момент, мне кажется, очень важный. Конечно, супругу надо молиться. Молиться, потому что вот эти все зависимости, они требуют духовного такого усилия. Ее как-то от этого отрывать, попытаться ее, значит, привезти, может быть, в храм, попросить, обратить на это внимание священника. А может быть, и просто иногда нужно лечить. Лечить как? Взять этот телефон и выкинуть просто. Вай-фай отключить нормально, знаете. Рабочий момент, я под этим знаю. Потому что, да, если человек, как бы, он уже ничего не понимает, нужен ушат холодной воды. Просто вот берем телефон и с ним расстаемся. Ну, все. На самом деле, вот соцсети, они похожи на алкогольную зависимость. И мне сестра рассказала недавно такой смешной случай. Раннее утро, она мама троих детей, у нее работа, у нее садики, школы, ей надо сдавать какие-то отчеты. И приходит тихий алкоголик с третьего этажа, дядя Вася, и говорит, дождай сто рублей, вот у меня горят трубы, мне надо залиться. Она, она говорит, мне так это возмутило. Я ему говорю, ты что думаешь, я не хочу уйти в запой? Ты думаешь, я не хочу вот так выпить и весь день быть свободной? Я очень этого хочу. Но я не могу. Почему ты можешь уйти в запой? А я не могу. Он стоял такой, на меня смотрел, извини, 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 я пойду. И вот тот момент, когда, почему кто-то может просидеть весь день в интернете или уйти в запой, а ты не можешь, потому что ты должен работать? Это возмутительно. Ну, кстати, да, вот это же еще вопрос отсутствия какой-то занятости. Конечно. Может, у круги надо идти просто работать, да, или хотя бы, да, что как-то себя занимать, чтобы просто от этого отвлечься, потому что еще какая огромная проблема вокруг дети, которые не могут себя вот сдерживать. У них нет такой силы воли. И поэтому они смотрят на нас, и они тоже там пропадают. И когда мы их пытаемся оттуда вытащить, это еще сложнее, потому что они уже с самого детства там. Поэтому я считаю, что это, конечно, тяжелейшая проблема, с которой всем нам придется так или иначе в жизни сталкиваться, и дай Бог нам сил ее преодолевать. Спасибо. Да, хорошо. Пойдем дальше. Батюшка, скажите, пожалуйста, как научиться принимать волю Божью, особенно сложно, когда умирают люди? Спасибо большое. Да, есть такое дело. Ты не понимаешь, почему это произошло? Не понимаешь, не принимаешь, не соглашаешься. И на самом деле это по-человечески понятно. Я думаю, нет человека нормального, который бы сказал, ну и ладно. Да, ничего страшного. Вот, потому что воля Божия, она, ее нужно найти. То есть это не просто найти, как люди иногда говорят, на все воле Божия. Вот не на все воле Божия на самом деле. Если мы задумаемся, на многие вещи в нашей жизни воли Божией совершенно не было. Не давал Бог санкции на грех. Не разрешал Господь нам творить зло. Он против смерти. И, как сказано в Писании, Бог не творил смерти, да, и Он не творил зла. И Он, наоборот, призывает человека всегда к свету, к миру, к радости, к добродетели и к Царству Небесному. Поэтому принять ее можно только изнутри какого-то личного опыта. То есть пережив вот такие вот страшные экзистенциальные моменты, как, например, потеря ближнего, можно найти вот на глубине вот этого ада Бога. Потому что мы говорим, да, Христос сходит в ад. Но Он же правда, Он сходит туда. То есть это действительно так. И вот мне кажется, одна из уникальных черт христианской религии именно в том, что даже в самые отчаянные, ужасные моменты своей жизни ты можешь найти Бога. И это вот парадокс такой. То есть, казалось бы, наоборот, Бога здесь нет, наоборот, Он здесь есть. То есть Он есть в самые вот такие, в самые плохие моменты. Знаете, бывают истории такие, человек хочет покойно жить самоубийством. Вдруг говорит, кто-то меня дернул. Вдруг какая-то пришла мысль. Кто-то прямо вмешался. Это Господь посылает своих ангелов. Или сам вмешается через какие-то обстоятельства, и человек просто понимает, что он не должен совершать этого рокового поступка. Поэтому, если у человека есть желание, если он эту волю Божию ищет, и сам ее пытается исполнять, то есть ее в своей жизни каким-то образом притворять, то, конечно, в конце концов, он с ней свыкнется, он с ней смирится. Вот что такое смирение? Это с миром принимать обстоятельства жизни. Они бывают разные, бывают очень горестные и тяжелые. Но даже в такие моменты можно действительно увидеть какой-то смысл. Не значит пройти мимо, не значит просто чему-то радоваться бездумно, а значит понять, для чего это все нужно. Пытаться это пережить, потому что смерть в нашем падшем состоянии, она естественна. Естественно, Константин, короткую паузу сейчас сделаем и дальше будем продолжать. Спасибо большое. Друзья, продолжаем отвечать на ваши вопросы. Спрашивает девушка, которая не подписалась, к сожалению. Здравствуйте, мой муж учитель физкультуры для детей адаптивного развития. И в конце года у него буквально нервы сдают. Чем можно им помочь? Помочь можно различными таблетками, которые стресс снимают. Можно поехать куда-нибудь отдыхать, чтобы от всего просто отвлечься полностью. Сходить, конечно, не сходить, такой глагол плохой, а ходить в храм и поддерживать свою духовную жизнь. Вот святитель Феофан Затворник в своих писаниях говорит о том, что человек вообще должен гармонично развиваться. Вот его физическая составляющая, его тело, его душа и дух обязательно. Поэтому в любом случае, для того, чтобы нам оставаться людьми, христианами, нам, конечно, нужно постоянно участвовать и в таинствах. Именно для того, чтобы и тело тоже наше обоживалось. Парадокс такой был у святых. Они могли физически выглядеть очень, так скажем, нездоровыми, очень хилыми, слабыми и болезненными, а вот дух у них при этом был такой титанический, что они выдерживали такие испытания, которые даже здоровый физический человек бы никогда не испытывал. Ну, просто его не выдержал. Поэтому здесь вот все средства хороши, вот в этом смысле, в положительном. И нужно всех их использовать. На самом деле, переклоняюсь перед девочками, у которых дети, вот с особенностями развития. И я не знаю, как они могут это принять, что ребенок не изменится. Что он вот такой родился, и он такой будет дальше, что можешь его поддерживать, заниматься развитием, физкультурой, но он вот такой. И, не знаю, они для меня абсолютные герои. Я часто встречаю в городе и думаю, боже, какие же вы молодцы. Сколько у вас любви, потому что вы понимаете, что это ваш ребенок, что вы его любите любым. Это необыкновенно просто. Здесь только можно, да, преклониться и сказать, что это действительно подвиг, подвиг любви, подвиг родительский. Потому что по-другому, наверное, здесь вот, не скажешь по-другому. И всем это посылается. Да, вот так вот. Господь, он, да, знает, кому что нужно. Как вот так мы говорили с вами, да, про волю, которую надо принять. Да, все тяжело это, все сложно. Вот девушка у нас спрашивает вот такой вопрос. Муж мусульманин, деток не разрешает крестить. А если я без его согласия покрещу, чтобы он не знал, я в этом согрешу? Ну, вопрос неоднозначный, потому что мотивация, конечно, хорошая. Покрестить, привить к церкви, дать возможность спастись. С другой стороны, все равно рано или поздно это все выяснится. То есть покрестить и оставить без воцерковления, без дальнейшей возможности со Христом поддерживать отношения, тоже будет неправильно. Поэтому, конечно, вопрос этот, наверное, надо было ставить пораньше, когда девушка выходила еще замуж. Да, потому что недаром говорят, что вообще вера, она на все влияет. В какой религии будут дети? Как вы будете молиться вместе? Какому Богу вы будете поклоняться? Как вообще вы будете воспитывать человека? Потому что не секрет, что разные религии по-разному относятся, например, к делу спасения или к вопросам нравственности и этики. Где-то они пересекаются, где-то они сходятся, а где-то они вообще не пересекаются совершенно. И поэтому вопрос очень важный, очень критически, я бы сказал, важный. Потому что сейчас мы решаем уже вопрос с ребенком. Если его не крестить, если его оставить и дать ему возможность в дальнейшем самому принять решение, может быть, это было бы правильно, чтобы все было честно. Ведь папа тоже со своей стороны может сказать, а почему это вот должны крестить? Почему? Потому что он такой же родитель, как и мама, абсолютно. Если мы не смотрим с точки зрения на христиан, на это, да, просто объективно. Он может сказать, ну а почему так? Почему меня должны, например, вот обманывать, без меня что-то делать? Нам бы понравилось, если бы его отвели в мечеть и приобщили бы вот к другой религии. Наверное, мы бы тоже возмутились, сказали, почему. Да, абсолютно. Поэтому здесь, если уж быть полностью объективным, вопрос нужно решать как-то по-другому. Может быть, через диалог. Поговорить. Да, через собственное воцерковление. Сказать, давай пока не будем крестить, но для меня это очень важно. Для меня, если жена скажет, да, для меня это важно. Я вот причащаюсь, исповедуюсь, я чувствую, что это религия спасения. Я уверен, что даже если муж сам не примет христианство, он, по крайней мере, даст возможность крестить ребенка. Но это должно быть делом любви. Именно любви. Да, за спиной. Да, потому что мы говорим о семье и, в первую очередь, подразумеваем мужа и жену. Вот. То есть муж и жена. Поэтому вот вопрос нужно как-то, наверное, решать так. Да. Добрый вечер, батюшка ведущая. Хотелось бы узнать ваше мнение по такому вопросу. Все чаще в храм приходят женщины с макияжем. Причем эта женщина не первая раз пришедшая в храм, а часто его посещающая. И это не в осуждении, а просто интересно ваше мнение. Спасибо большое. Но раз спрашивают ведущую, я скажу так. Я хожу в храм с макияжем. Да, я взрослый человек, я утром привожу себя в порядок и считаю нужным в какой-то степени пользоваться макияжем. Я не крошу губы, естественно, конечно, если я иду причащаться или я знаю, что я буду целовать иконы или крест. Но я не собираюсь пачкать иконы своим макияжем. Но я считаю, что я хорошо выгляжу, когда я его использую. Мне это нравится, я себя чувствую уверенно. Поэтому с моей стороны, наверное, будет такой ответ. Может, это про вас как раз? Ваше слово! Может, это про меня? Я тоже скажу, что не нужно особенно смотреть, мне кажется, на лица других людей. А если уж смотреть, то сквозь призму любви. Потому что иногда приходят люди, у них там, например, на лице татуировки. Иногда приходят люди, которые одеты там не так, как бы нам хотелось, и дурно от них пахнет. Да, какие-нибудь бездомные. Но все-таки церковь – это место и территория любви, в первую очередь. И поэтому, как бы нам не хотелось переделать всех под свой какой-то лад, а у всех мнения очень разные, даже у батюшек разные, то все-таки надо в первую очередь человека принять таким, какой он есть. И вы правы, все-таки макияж макияжу рознь. И если человек крикливо, например, на себя этот макияж наложил, может быть, это тоже не от хорошей жизни. Может, в следующий раз этот человек придет совершенно по-другому, уже накрашенным. Но в любом случае наша задача – смотреть не на лица других людей, а на лицо Бога. То есть на алтарь, на иконы, слушать богослужения, исповедоваться, причащаться. А если уж что-то замечать, то, конечно, по большей части, не внешний вид. Есть некий дресс-код. Мы говорим, не надо одеваться вызывающе. То есть не надо стремиться привлекать внимание. Но если человек к этому не стремится, нам не нужно крючкотворством заниматься. Нам не нужно выискивать, кому я могу сейчас сделать замещение. Вот это мне не нравится, вот это. Потому что, конечно, мы найдем таких людей, которые нам не нравятся. Но на то мы все и приходим в храм. То есть Бог нас, как отец, всех собирает. Мы все его дети, дочери, сыновья. И мы все разные. Мы очень все разные. Мы разного возраста, социального положения, пола, роста и так далее. Но мы все собираемся, и мы знаем, что Бог нас любит. Вот такими, какими мы сейчас есть. Кроме греха. Поэтому в этом никакого греха я не вижу, если это не является неким вызовом человеку другому. Друзья, у нас сейчас короткая пауза, сразу по курсу. Но и после будем продолжать. Друзья, не так много у нас времени остается до конца. Давайте по максимуму успеем ваши вопросы. Валерия спрашивает. В Евангелии от Иоанна, когда Христос встречает слепорожденного, ученики спрашивают, по чьим грехам он родился слепым. Как понимать эту фразу? Наказание за грехи родителей, ну как-то еще можно понять, но при чем тут его собственные грехи? Ведь человек не может быть сам виноват в том, что родился слепым или с какой-то другой особенностью. Раз уж мы с вами про особенности сегодня заговорили. Ну вообще тема греха в Ветхом Завете была очень острой, потому что была такая прямая зависимость. Плохо сделал, согрешил, неправильно поступил, сразу тебе прилетело. Помните, в книге Иова, значит, друзья говорят, ты просто согрешил, поэтому ты такой неудачник, ну если так суммировать, да? И поэтому вот все Евангелие, она как раз переворачивает вот эту систему, и Христос говорит, что не согрешил ни он, ни родители, вот это с ним случилось для того, чтобы явилась слава Божия. И родители могли грешить, и, кстати, сейчас мы тоже эту зависимость можем проследить в каких-то вещах. Например, люди там находятся под каким-то недугом, например, наркомания или алкоголизм. И рождаются пороками развития наркоманов по греху. Да, да, да. То есть получается, что вот люди настолько исповедовали, проповедовали этот грех, настолько его в себя вобрали, так скажем, да, что страдают уже не только близкие, не только они сами, но и те, кто от них происходит. И вообще проблема греха, это же проблема еще идущая от Адама. Тление, власть дьявола, энтропия смерти, грех. Это все то, что мы вот в ситуации, в которой мы находимся. Но, конечно, вопрос учеников, я думаю, спровоцирован чем? Что если не родители, то он сам, что ли, согрешил, получается? То есть они пытаются найти вот эту вот причину греха, зацепку. То есть почему же такое происходит? И, кстати, сейчас даже люди говорят, батюшка, вот у меня там неудачная черная полоса, наверное, я что-то неправильно сделал. Наверное, я что-то не так вот... Ветхозаветное такое, да? Да, ведь за этим что? Бога я прогневил. То есть Бог недоволен, и поэтому у меня теперь что-то пошло не так. Как мне сделать так, чтобы сейчас опять вот это все выстроить так, чтобы построить обратно эту Вавилонскую башню, чтобы все было вот, все нормально? А Христос, Он говорит, что я вас люблю, безусловно. То есть как бы вы ни поступали, любовь моя, она безусловная. Другое дело, что что ты посеешь, то ты и пожнешь. Как Он говорит, да, что вот любить ближнего, как самого себя. Если ты не любишь, эта любовь, она как бы становится, ну, твоим уровнем жизни, да? Если ты к человеку так относишься, то ты сам начинаешь от этого страдать. И поэтому здесь, конечно, вот логика евангельская, она именно такая вот любовная, именно божественная, что грех, он не угоден и Богу. И поэтому если человек страдает, болеет, особенно это касается детей, то это не обязательно по грехам родителей. И это не обязательно по грехам вообще кого-либо. Это воля Божия, о которой мы говорили вначале. Я бы не сказал, что это воля Божия. Я не могу так сказать, понимаете, да? Потому что вот, ну, вот я, и вот, ну, представьте, вот мы сейчас с вами вот сидим здесь и говорим, да, на это воля Божия. Мы не знаем. Мы не знаем. Мы не знаем. Мы не можем сказать, что есть воля Божия на болезни, на страдания, на смерть и так далее. Мы можем с вами сказать, если мы находимся внутри этой ситуации. Вот если я болею, и я изнутри говорю, на это воля Божия. Вот как старец Паисий, помните, он вымаливал себя онкологией. Вот он может сказать, это воля Божия, я ее просил. Эту волю Божию, чтобы она мне явилась. Он это делал для того, чтобы помогать онкологическим больным изнутри этой ситуации. Но замысел Бога мы не можем знать. Но мы не можем просто об этом сказать, пока мы эту волю Божию не почувствовали, не поняли ее, да, не вот, не ощутили. Поэтому мы говорим как, что Бог не хочет смерти, не хочет страдания, он не хочет болезни и так далее. Но это случилось, значит, в этом нужно найти какой-то смысл и что-то с этим делать. Как вот Христос, помните, он же встречал людей, и вообще, если мы с вами обзорно посмотрим Евангелие... У нас просто меньше минуты, обзорно не получится. Не получится. Там главные действующие лица – это инвалиды. Господь что делал? Он не рассуждал, а что делал? Исцелял, помогал, утешал и был рядом. Я думаю, нам тоже надо так делать. Спасибо большое, отец Константин. Друзья, вам спасибо большое за вопросы. Вам хорошего вечера, увидимся совсем скоро. Спасибо. 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 Спасибо.